потому что, например, магнитные гаминтоньяны, гаминтон Гассенко, гаминтон Исинга, куча их вариантов разные, там негазинберговские гаминтоньяны, гаминтон Золошинского моря, гаминтон антисемитического обмена гаминтоньяна, дистрофии и так далее. Это гаминтоньяны, с которыми работают сегодня практически все теоретики, причем не только теоретики, которые занимаются физикой консерванного состояния, Теоретики, которые занимаются вопросами, скажем, из биофизики, из, вот там, у вас будет курс нейронных сетей, например, там эти гаметанианы используются, эти гаметанианы как псевдоспиновые гаметанианы, вообще широко используются как делами физики, как можно сказать, а все идет от магнитных гаметанианов. То есть методы, теоретические методы магнитизма, они сегодня очень широко везде. Распространение, конечно, нужно иметь представление об этом. Потому что современные теоретики, которые занимаются физикой консервации, они же, прежде всего, он должен это все знать, по крайней мере, язык этот должен знать, ну и какие-то основные вопросы. Что, собственно, магнитизм изучать? Вот давайте мы сейчас выстроим такую многоуровневую систему, но я не снизу вверх пойду, а вот слева направо. На самом деле все, что относится к магнитизму, конечно, начинается с атома. Это магнитизм атома. Ну атом состоит дозелитолог и ядер. Значит, отдельным являет, конечно, ядерным магнитизмом, потому что ядра имеют магнитный момент. Ну не все, конечно, так. В чем? Потому что ядра имеют спин, но обычно спинная дра обозначается и, ну и, давайте, если по-немецки, или и, либо йод. Ну, чаще всего ее обозначаем все-таки, вот, спинная ядра. Причем, независимо от того, с чем связан момент количества движения ядра, его называют спинным ядра. Это вот такая деталь не была важна. Почему? Потому что, в некоторых случаях, вообще говоря, формирование момента количества движения ядра одинаково участвует. И спин, но долго, и пропитальный момент, но долго. Но, тем не менее, мы всегда говорим спин ядра. Значит, этот спин может быть квантовое число соответствующее, видите, без стрелки я пишу. Ну, естественно, ноль, одна, вторая варианта, там, ну, единица, три вторых и так далее. То есть целый, полуцелый. И, естественно, что ядра, для которых в момент количества движения спинная дра ноль, ну, они фактически не магнитные ядра. Ну, и безусловно, что эти ядра вам иногда становятся неинтересными с точки зрения изучения их, например, ну, такими магнитными методами. Я имею в виду что значит магнитный метод? Это метод магнитного резонанса, ядерного, прежде всего, в данном случае магнитного резонанса. Ну, правда, ядерные магнитные моменты работают и в электронном промагнитном резонансе обеспечивают так называемую сверху плотную структуру в спектрах электронного промагнитного резонанса. но понятно что ядра эти они не интересны но тем не менее среди этих ядра и этих ядра есть очень интересный ядра 0 ядро вдохнули так кучу ядер не магнитный сразу заглотили 16 кислород но рядышком изотоп 17 кислород поэтому уже этого изотопа есть момент движения 5 но зато изотоп в порядке очень 0,3 процента вдохнули 0,3 процента но тем не менее сегодня исследование ядерного магнитного резонанса воду больного резонанса вот на ядрах 17 кислорода довольно популярно ну чем это связано у первых окислов так число материалов то что магнитных материалов окислов огромные вообще все вся физика консервного состояния во многом крутится конечно вокруг окислов придется ну скажем если говорить о магнитчика ну ферриты самые простые магнитных окислов ну что значит простой ферриты на самом деле формула не такая ошибка простая вот есть более простые магнитные окислы и так далее это молно-моноксиле ну а скажем ферриты другой словно синий скажем феррум-2O3 гематит феррум-3O4 магнитит дальше там скажем R3 феррум-5O12 ферриты гранаты и так далее но для магнитчиков конечно изучение во многом окислов начинается как раз вот с магнитизма именно ферритов и вообще говоря ферритный магнитизм вообще ферритная так сказать вот наука одна конечно которая особо не заслуживает в физике магнитизма в теории в том числе и так ничего либо ядра магнитные либо не магнитные ну вот скажем ясно что чем меньше спин ядра тем идете удобнее с ним работали экспериментатора тоже потом ядра со спинном 1 2 они тоже как бы особый имеет такой статус эти ядра ну спины всего 1 2 и это фактически такое дублетное состояние дублетное и включая магнитное поле скажем ну вы можете внешнее поле приложить в ядро либо поле молекулярное в магнете которые действуют со стороны либо электронов собственного для данного ядра атома ну либо поле которое находится электронами соседей эти поля ну их называем иногда сверхтонкие поля либо плакальные поля ну плакальные потому что ядро все-таки какие-то все разноточек даже с дисками среди ядра с моментами 1 2 популярные такие добрые железы подписаться мой железо очень популярны и про спина 2 поэтому железо с точки зрения скажем ядерно-магнитного резонанса очень популярность очень популярный элемент и написать символ железо тоже зато мог этого из этого прощения много бывает и его получить создать окислом железо фей скажем на изоток на изотопленные обогащен на сто процентов в этом счет удовольствием не такой дорогой как случае скажем на 3 процента здесь состав 57 железо бабушек железь дальше очень популярное ядро магнитное это в торг 19 тоже момент 1 2 спина 2 но еще важно что процентное содержание вызов очень важно помещение делать никакой тогда поэтому вот если вы кстати иногда этот вопрос утереть очень часто возникает смотришь почему-то все эксперименты эксперименты вдруг сосредоточены вокруг определенных ядер почему вы должны понимать что это как раз связано с тем что а ядра типа медные б скажем им соответствует распространенный изотопис распространенностью большой на кислороде вы работаете очень это экзотика еще лет скажем 20 назад это вообще было единички единичные работы вот сейчас таких работ уже там десятка сотни даже дальше вот что еще хотел сказать мы с вами на лекции по квантомеханикам это что я кроме магнитного момента могут еще квадрухольные моменты квадрухольные моменты отлично только в случае если спину него больше равен единице больше так вот логично кстати результат фактически теоретика групповой если хотите вот тебе должен четко себе почему я не моментов скажем 0 или 1 2 не бывает вот как теоретик должен на этот вопрос отвечать я начали лучше давать вам скажу как должен отвечать примерно экспериментатор который соображает так вот как и 0 спин 0 то есть момент движения но не поправится момент решения но и состояние состояние но и состояние вы различите не лично дарошали смысле распределение электронной полости в шаре можно обладать заряженный шаре другой момент обладает только определенное низотропное распределение заряда и фольер такая фигурация модель так а квадрупольный момент вот такая конфигурация модель ведь в этой конфигурации заряд 0 и поле нами 0 потому что два диполи в разные стороны и первый отличный для мультипольный момент это квадрупольный момент это момент или тенцер на самом деле тенцер второго ранга это очень важно тенцер второго ранга и так спин 0 вроде бы и квадрупольный не должно быть по обычным представлениям спина 1 2 рассуждает так обычный физик спина 1 2 да вот если электрон если ему спин еще при собачек у него его спин 1 2 нужно и с электроном останется если у него был орбитальный момент ну тогда в принципе у него мог бы быть квадрупольный момент потому что с орбитальным моментом связано какое-то низотропное распределение заряда но и спине 1 2 орбитальный момент в принципе может быть отличная единичка и спина 1 2 можете получить полный момент 1 2 дело в том что в состоянии мы с вами об этом тоже говорим при состоянии квадрупольного момента нет а вот единицы там и так далее но теперь теоретик как нужно рассуждать он рассуждает так вот пространство состояния со спином и включает 2 и плюс единицы функции эти функции мы так можем обозначить и вот они отличаются проекции этого спина и дальше теоретик когда ему говорят о какой-то физической величине должен напилировать с матрицей соответствующей величине и и и штрих вот такой матрицы и вот собственные числа этой матрицы или среднее значение соответствующей физической величины они будут выражаться через подобные матрицы они будут вам давать наблюдаемые величины поэтому если вы знаете такую матрицу вы можете рассчитывать все наблюдаемые величины но вдруг больный момент этот тензор второго ранга здесь я могу двоечку такую приписать а вот дальше воспользуйтесь известной теоремой из которой в теории группу вам рассказывали теорема гласит следующее если вы рассматриваете матричный элемент непрееводимого тензорного оператора ранга в данном случае двойка и компонента но если двойка то у него компоненты меняется у меняется от минус 2 до плюс 2 то есть 5 у него компонент у этого тензора то вы можете воспользоваться теоремой вигнера-экорта которая гласит что все это равняется минус единица в степени моментом и у и но вот теорема вигнера-экорта удивительная теорема причем она работает для любого тензора второго ранга любого не мог не обязательно футбольного момента коэффициент вигнера в коэффициенте вигнера правило треугольника работы который может так записать 2 относительно вот этой кстати правило треугольника работает относительно любого из моментов которые в коэффициенте вигнера фигурирует разность и минус единица 0 0 ну а сумма 2 и то есть отличная коэффициент является только при выполнении вот этих условий правило треугольника но отсюда следующее видят луна должна быть меньше двоей везде 0 0 не меньше если я на 2 ни цена не меньше а вот то есть вот это мы правильно получаем что и должно быть больше и ничьи на самом деле деле убегает это можно по-другому изложить почти на пальцах я в том что есть дело с пространством функций соответствующих спину в данном случае и то на этом пространстве отличными от нуля матрицами можно характеризовать только тензоры ран которых не выше 2 2 и вот и собственно из права треугольника следует то есть свои если у вас момент 0 2 и тоже будет означать что на пространстве состояния с моментом 0 вы можете только величину скалярную определить если момент 1 2 управлять а вот этот угол то может быть либо 0 и по 1 еще означает что на пространстве функции соответствующих спину 1 2 вы можете определить скалярную величину и векторную величину самый простой момент у вас появляется правильный момент это газа 1 дальше на пространстве функции соответствующих спину единиц или моменту тайну полу единицы не важно можно определить тензорные величины ненуливые матрицы вот иметь тензорные величины равны соответствующие тензора равны 0 баскалярные единицы вверх и двойка поэтому если у вас момент единицы то спину полный момент пожалуйста а вот такой момент а у соответствующего четверка для того чтобы у системы был такой момент надо чтобы и было не меньше двойки вот эти два очень популярных ядра а с квадрубольным моментом связан так называемый квадрубольный резонанс поэтому скажем ядер и квадрубольный резонанс на этих ядрах вы наблюдать не сможете вот а на ядрах ну тот же 17-й тот момент есть второй пожалуйста пожалуйста но с одной стороны это хорошо а с другой стороны это плохо уже всегда во всяком обстоятельстве бывают две стороны хорошая и плохая хорошая вот для хорошая сторона отсутствует другой он не мешает и что значит пить пудрубольный моментом система реагирует на неоднородное электрическое поле это будет означать что мы тебя на неоднородное электрическое поле не реагирует никак они не реагируют только на магнитное поле на второе есть аналитическое поле не реагирует эту эту дому это означает что вы на самом деле задачу себя упрощает но с другой стороны ведь это родное электрическое поле скажем для ядер в кристалле оно существует реально и каким-то образом из меня и исследуя его изучать его вы получаете дополнительную информацию о структуре на пришел к фазе то есть это значит что работа с этими гадами вы вообще решаетесь определенной информацией иногда очень важно поэтому убить и здесь как говорится и хорошо и плохо таким образом все что связано с ядерным магнитизмом конечно связано непосредственно со спиной ядра и поэтому когда вы смотрите таблицу ядер вот обращайте внимание на то какова величина спина ядра ну и собственно не просто спины ядра дело в том что магнитный момент ядра он конечно связан со спиной ядра и его записывают так же как и в общей теории магнетизма магнитный момент ядра я использую стандартное обычное обозначение нюклеис и обычный магнитный момент ядер не обозначает мы пишем это гиро магнитное отношение ядерное гамма н ну и на спине ядра и гиро магнитное отношение гиро магнитное отношение то есть во первых она по знаку меняется и положительное и отрицательное с этим отличие от электронного гиро магнитного отношения во вторых обычно гиро магнитное отношение записывать следующим образом будет так называемый ядерный же фактор и ядерный магнит отбора это отбор с вами либо здесь бэн это ядерный магнит отбора это практически некая величина аналог электронного магнитного набора который является мерой ядерных магнитных моментов этот ядерный магнит отбора имеет размеры с магнитного момента значит это заряд электрона h постоянная планка 2 дальше идет масса протона 2 mc вот в электронном магнитном магнитонный бора он нам более знакомы воздействие масса электрона ядерном стоит масса протона магнитонный бора электронный ядерный давайте все-таки рядышком напишем хотя мы чуть позже подойдем значит электронный магнитон бора кстати часто обозначается вот так вот мюбора но видите как если вы работаете и с электронными и с ядерными моментами ну видите как мы договорились не умеет обозначение оставлять для магнитного момента ядра и как-то надо изучать магнитон бора ядерный и в этом случае обычно обозначение переходят к обозначению бета бета е и бета е и так это и это тоже самое и ваш до 2 масса электронная цель но масса протона это примерно 2000 масса электронных вот что это означает означает что вот это вот единичка измерения магнитных моментов ядер она примерно в тысячу раз примерно почти в две тысячи раз меньше чем масштаб пациент электронных моментах моментов же ядерный же фактор это безразмерная величина как правило порядка единичка то есть это может быть двойка тройка четверка пятерка но скажем сотни там исключены это может ноль целых там пять десятых и так далее ну если этот момент маленький такой да вот и жм порядка единиц то магнитные моменты ядерный же небольшие небольшие поэтому если вы будете сравнивать характерные энергии займановских расщеплений например связаны с электронными моментами и с ядерными магнитными моментами разница три порядка будет разница будет три порядка это очень важно для экспериментаторов потому что они эти займановские расщепления ну я напомню вам да вот возьмем спину одна вторая включайте внешнее поле еще раз повторяю что это поле может быть не внешним а внутренним молекулярным полем если речь идет о ядре в магнитике например так вот для теоретика в принципе это все равно так вот у вас при ну скажем момент здесь я возьму одна вторая у вас будет взаимодействие расщепления на два состояния с моментом по поле и с моментом против поле я соответственно им про рецепт перепишу здесь это будет Me плюс одна вторая а это будет Me минус одна вторая вот здесь маленькая такая деталь маленький комментарий дело в том что видите как когда вы включаете магнитное поле то момент вообще выстраивается по поле такую-то логичную ну мы с вами чуть позднее будем говорить что не всегда так бывает бывает так что вы поле направляете скажем по оси z вот момент который вы пытаетесь вот туда вдоль поля выстроить он вас упорно отклонен от этого поля упорно отклонен может такая ситуация быть реально может быть это случай когда есть некая дополнительная энергия энергия анисотропии которая держит магнитный момент только в определенном направлении тогда у вас как бы взаимодействие энергия то есть энергия внешнего поля он будет конкурировать с этой энергией анисотропии но магнитчик он человек такой оптимист он знает что если он найдет достаточно сильное поле он всегда заставит магнитный момент смотреть по полю вот вы должны быть в этом тоже уверены какая вы там ни была анисотропия ну в принципе тем более я теоретик я всегда могу сказать я возьму настолько сильное поле что у меня все равно магнит вдоль поля выстроится ну правда пессимист скажет так но все равно нет идеально мы все равно либо и не выставить если есть сопротивляющие как-то сопротивление да по моей канистропии но так тем не менее это будет означать что в пределе внешнего поля стремящейся бесконечности все равно у нас будет подкручиваться к направлению боли но тем не менее есть ситуации дело в том что реальнои то бесконечно больших болей не бывает а вот анисторопии иногда может быть очень сильные Это будет означать, что сколько вы в поле в ваших условиях не увеличиваете. В какой-то момент в поле, то вы можете смотреть все как канипулярно вашему полю. К чему это я клоню? Вот это состояние с меньшей энергией будет соответствовать моменту по полю. Почему? Потому что мы знаем, что энергия в поле, в однородном поле, это минус минимум H. Ясно, что когда у вас мы по полю, то минимум H. Вот здесь, об этом надо помнить, вот это состояние, оно соответствует моменту по полю. А здесь же я пишу не проекцию момента магнитного, а проекцию механического момента. Поняли, ребята? Вот здесь может стоять либо плюс, либо минус тогда. Почему? А обратим внимание на эту связь магнитного и механического момента. Здесь ходят гиромагнитные отношения, а я уже сказал, что вы можете положить не отрицательные. Поэтому на этой картинке нужно вот так вот относиться осторожно. Но чаще всего именно так рисуют, полагая, что это гиромагнитные отношения положительные. Вот картиночка расщитления. Что такое ядерный магнитный резонанс? Ну вот я беру теперь внешнее поле давал. Гиромагнитный пол. С определенной частотой. И индуцирую вот этот переход между двумя взаимодействиями под уровнем. И частота ему соответствующая. Она будет когда чему равна. Вот смотрим сюда. Здесь у меня момент проекции 1, 2. Гиромагнитное отношение будет на поле. То есть эта частота будет равна гиромагнитному отношению на поле. Вот резонансная частота. При этой частоте я увижу некий такой пик поглощения. Все в спектре я увижу некую гириню. Это будет у меня фактический спектр гиромагнитного резонанса. Отсюда, кстати, я что могу найти, зная частоту резонанса. И зная поле, могу найти гиромагнитное отношение. Если я, зная гиромагнитное отношение, могу поле найти, естественно, в соответствующей частоте. Но, кстати, именно таким образом можно определить значение локального поля, которое, я напоминаю, складывается из внешнего. Оно там нам может быть известно. Плюс внутреннее молекулярное поле. А вот оно там может быть и неизвестно. И тогда, используя вот это соотношение, вы можете в эту величину локального поля, прежде всего, молекулярную составляющую, то есть составляющую, соответствующую магнитному состоянию системы, найти. И как-то там, скажем, гипературу, вы забегите себя с исследовать и так далее, и так далее. Это, собственно, вот то, с чего начинаются практически все экспериментальные исследования электромагнитного резонанса. Но понятно, что если у вас момент не одна, а вторая будет, скажем, единичка, три, вторая и так далее, там у вас квадрупольный момент появляется, тогда система сложнее становится. Нужно будет еще учитывать, кроме взаимодействия, еще и взаимодействия, то, что называют квадрупольным взаимодействием, взаимодействия с неодородным электрическим полем. Мы, на самом деле, повторяемые лекции по квадромеханике, об этом уже говорили с вами, поэтому чуть-чуть вспоминаем. Вот, коротко о ядерном магнетизме. Ну, супер коротко, причем, потому что, на самом деле, вот есть такая толстая книжка, называется ядерный магнетизм, можете представить, да? То есть, понятно, что я здесь только какие-то обозначил проблемы, потому что все проблемы ядерно-магнитного резонанса включают такие вопросы, как релаксация, спины и в желудочной релаксации, спин-спиновая релаксация. Дальше ядерный резонанс в магнитный ядерный квадрупольный резонанс, двойной электронно-ядерный резонанс, электронный парамагнитный резонанс в тонкой структуре, и дальше типы свертонких взаимодействий – это все будет поднять ядерного магнетизма,, в самом деле. Ясно, что он пересекается, очень сильно пересекается, все электронный магнетизм. Почему? Потому что поля, которые индуцируются на ядрах в магнетиках, они, конечно, в основном имеют происхождение как раз внутреннее происхождение. То есть они не являются внешними полями, а регулярными полями. А эти поля как раз мы либо не знаем, либо как-то их пытаемся теоретически посчитать, сравнить их с примером и так далее. Идем дальше. Итак, ядерный элемент. Электронный магнетизм. Ну, собственно, для магнитчиков это главная составляющая. Вот электронный магнетизм. Ну, с чем связан электронный магнетизм? Он связан с существованием электронов в спинном магнитном моменте. То есть вот у электронный есть спин, одна вторая. Ну, и вроде того, витальный момент есть. Причем 3 может быть 0, 1, 2 и так далее. А здесь будем убрать. Стрелку убрать. Который. Я делаю ошибку, который обычно на зачете, на экзамене обычно вас всегда говорит, «Как же так?» «Что же вы пишете-то так?» На самом деле легко делают то же самое. Ну, ясно, что в результате с каждым из этих моментов может быть связан магнитный момент. Ну, может, точно связан магнитный момент. Почему? Потому что никто меня не знает. Зря. Вот. И поэтому я пишу магнитный момент. Ну, давайте я вот тоже мы обозначу так. Каким образом? Это гамма гермагнитное значение спиннеровое на спиннеровый момент. Механический плюс гермагнитное значение орбитальное на орбитальный момент. Вот так это все записывается. Мы с вами тоже это, так сказать, еще будем в этом году, когда будем говорить о уровне герлера, об этом еще будем. К этому обратимся еще. Ну, или можно ввести полный механический момент электронный. Йод мы его назначим так. Тогда это так вот выглядит гамма йод на йод. Полный механический момент, где равен L плюс S. Ну, вот последующие формулы. Ну, я не буду останавливаться сейчас подробно на этом так. Почему? Потому что мы вот с микроскопикой магнитного момента электронного и магнитного момента атома более подробно будем. И вот то, о чем я говорил в самом начале, да, презентация, мне как раз вот этот вопрос очень подробно разобран. Я бы сказал так. Поэтому мы и презентацию, потом я ее специально прокручиваем еще так, с комментариями более такие подробные. То есть, в отличие, каждый электрон он дает магнитный момент. Ну, а если вы имеете дело с многоэлектроном атомом, то, конечно, вы получите магнитный многоэлектронного атома. Но видите, как вообще формирование магнитного момента многоэлектронного атома в кристаллах, скажем, да, или там молекулярных системах каких-то. Причем, потому что сегодня, ну, это, я чуть-чуть в этом тоже должен говорить сегодня мы с разным магнитным материалом не имеем дело. То есть, если говорить о магнитизме, видите, как это будет микро, ядерным, электронным, но потом пойдет, ну, здесь уже системы. Вы сидите с системой, есть молекулярная система. Сегодня, если молекулярные магнитики, то это фактически молекулярные магнитики, Это молекулы, которые состоят из атомов с магнитным моментом. Это молекулы можно включать в десятки всего атомов в магнете. Например, известная такая вот, известная манекулярная магнетика, которая подозначается в организме 12. Это такие комплексы из 12 атомов в организме. Вот такой манекулярный магнет. И, конечно, тоже будут проблемы формирования магнитного момента вот этой системы. Потом формирование магнитного момента вообще магнетиков, таких твердых тел, скажем так. Но там это очень плохо. Вернемся к атому. На самом деле, проблема формирования магнитного момента атома очень непростая. Очень непростая. Я бы даже так сказал, что формально эта проблема решена с точки зрения теории. Но, видите, практика все время подбрасывает иногда такие вопросы, на которые мы сходу ответить не можем. Почему? Потому что для атомов в кристалле формирование магнитного момента, я бы так сказал, затрудняется существованием сильных электрических полей кристалла. Ну, действительно, ну, по-сам-то себе, ну, какой-нибудь кристалл типа натрий-флоск. Хотя здесь не натрий, не хлор, не магнитный. Но натрий положительный, хлоротрицательный. То есть ясно, что, по-сам-то себе, я сюда засовываю какой-то магнитный атом. Идем сюда. Ну, так-то там положительный заряд, отрицательный заряд. Ну, то есть парень будет действовать на этот атом. Ну, в любом твердом деле на электронах, любого магнитного атома и драйона действует электрический поля. И прежде всего электрический поля. В чем это неоднородные поля? Там же какая сложная организация зарядов кристаллов. То есть это неоднородные электрические поля. Это называют присталлических поля. Присталлические поля, сокращение кп. Присталлических поля. Это вообще особо его сделал в теории. кристаллического поля приводит эффекту очень важно и я воспал так не понимаем большинство мяч эффекту замораживания магнитного момента эффекту иногда замораживания орбитального момента или к эффекту замораживания орбитальных токов или к эффекту замораживания орбитального движения все одно и то же чем связан этот эффект мы его будем подробно достаточно рассматривать я вам сейчас хочу его на пальцах пролюстрировать вот знаете так вот идешь по коридору там по большому манеканалу туда идет навстречу зав. лаборатории постоянных болей алчат я принесу это не фпб николай Викторович, Владимир Викторович, вы говорите, служи Ростовик ну ты служи Ростовик, ну все-таки что такое замораживание орбитальный момент я вам картинку иллюстрирую то есть я много раз, ты вот расскажи, ну и ребята магнитчиками, я у меня курс веду теории магнитизма такой что-то немножко там с другой программой, я вам это рассказываю, ну как-то не очень нехорошо это понимают, что это изменит ну а так как и преподаватели там тоже не понимают на магнитизме что-то такое вот, хотя с результатом вот этого замораживания орбитального момента они постоянно имеют дело каким образом? а не могло чем дело в том, что в подавляющем большинстве магнитиков, прежде всего в магнитиков группы железа магнитизм имеет спиновое происхождение, только спиновое происхождение хотя, видите, у электронов есть спин, орбитальный момент, орбитальный момент могут быть большие, а спин всегда одна вторая вот, а тем не менее магнитизм определяется спином для элементов группы железа, правда, тогда подчеркиваю ну и так, ферриты все, например, так ну вот все, что я писал, тут Фио, Моннике, Лео, Кобальто, Коуформо, это все группа железа, с чем это связано? связано с замораживанием орбитального движения я в том, что вот эти вот электрические токи, которые, то есть электрические поля, исторические поля, которые существуют внутри кристалла они же не индуцируют токи, это же статические поля, правильно? можете представить, что вот под действием в статических электрических полях у вас индуцируется ток давайте по-другому к той же картинке подойдем вот представьте два состояния см равен, скажем, плюс и минус один ну, классически, чему у них соответствует? двум токам один в плоскости xy, ну, предприниматель, армазисы на черт-лечет, да? по часовой стрелке, скажем, плюс один а другой против часовой стрелки, правильно? для того, чтобы магнитный момент возник это речь идет об орбитальном движении, у нее спине, да? что надо? надо как-то выделить одно из этих состояний ну, либо плюс один, либо минус один тогда у вас момент будет направлен либо вверх, либо вниз вот, можете ли вы, вот, взяв такое состояние ну, M плюс минус один, П электрон, что-то теперь модель электрона тоже самое может быть вот возьмите, в кристалл просто поместите, да, где? электрические поля существуют может не от электрического пуль выделить одно из этих состояний? никак потому что для статического распределения зарядов окружающих эти два состояния равноправны совершенно почему? а потому что распределение заряда статичный тон, а заряд одинаково совершенно у них плотность заряда, во-первых, в этих двух сторонах одинаково как в ней состояние рисуют? в общем, мы с вами это делали ну, скажем, если речь идет о П электроне значит, вы рисуете вот такую баранку вот разрез а тут изображаете стрелку либо так, M плюс один, ну, либо в другом направлении, M плюс один но дело в том, что само распределение заряда-то одинаково у вас только направление только как бы направление движения их различает но в кристалле вы эти два состояния никак не выделите поэтому в кристалле у вас царствуют комбинации их, которые соответствуют не токовым состояниям то есть стоящие волны это состояние либо их суммы, либо их разности но, кстати, чему соответствуют эти комбинации либо ПХ, она будет пропорционально сумме плюс один, плюс минус один либо ПЙ, она пропорционально их разности минус минус один а вот в этих двух комбинациях, видите, магнитный момент равен нулю почему? потому что здесь два тока с одинаковым весом представлены если вы будете считать здесь проекцию магнитного момента она будет нулевой как в этом, так и в этом это будут не токовые состояния интересно обратить внимание мы из двух токовых состояний плюс и минус один получили два нетоковые две нетоковые комбинации так вот в кристалле если внешнего магнитного поля никакого нет естественно будут только не токовые состояния реализовать они будут соответствовать собственным состояниям в этом кристалле а если вы включите магнитное поле вот тогда, пожалуйста, вы можете получить токовое состояние поэтому в кристалле вот этих кристаллических полей у вас я здесь оговорюсь как правило реализуется не токовое состояние почему? ну вы сами любите как вы можете получить некое состояние в котором у вас энергии по икс и по икс двух не только вкс одинаковые будут это что будет означать? это будет означать, что в принципе в принципе прикладывая сколь угодно малые малые внешние поля вы можете снова вернуться вот к этим двум состояниям разрешить их то есть это будет означать, что есть орбитальный момент и вы его магнитным полем сколько угодно было мало можете сразу обнаружить вот другими словами что это означает? это означает, что замороженность орбитального момента будет полной если у вас например вот эти два состояния по икс и по икс очень сильно разбегутся по энергии еще если же вот эта вот разность будет маленькой тогда вы маленьким полем можете смешивать два состояния теорию смущения вспомнить если у вас они далеко расположены то их смешать трудно будет маленьким полем если же они близко расположены нет проблем то есть фактически для того, чтобы заборозить вот этот орбитальный момент у кого достаточно приложить поле которое бы различало например по икс и по икс я вам приведу очень простой пример вот у вас представьте себе симметрию кубическую кубик в кубике у вас по икс по икс да еще и по икс вообще все имеют одинаковую энергию и в этом смысле пробитальный момент который по электрону не будет заморожен вот таким полем кубической симметрии причем потому что все три состояния имеют одну и ту же энергию и значит для того чтобы различить два состояния достаточно нулевого поля сколько у вас слабых значит у вас есть магнитный момент дальше если вы возьмете и растяните этот кубик вот так тетрагональная симметрия ну тогда у вас оси икс и икс все равно останутся эквивалентными тогда эти два состояния будут иметь одну и ту же энергию по икс и по икс но это все равно что иметь два одинаковых состояния плюс-минус один причем потому что их комбинации вы их построите и ту же самую энергию имеют это означает что у вас в этом случае тоже не заморожен орбитальный момент тоже не заморожен орбитальный момент но если вы еще и скажем вот я так условно по оси икс например растяните или по оси икс то есть симметрию спичного коротка сделаете тогда у вас все три состояния по икс по икс будет иметь разную энергию и каждый из них будет не только полный заморожен орбитальный момент поэтому здесь видите к историческому полю да обычно говорят приводит заморожен но иногда к неполному заморожен тогда это заморожен может быть частично вот к этой ситуации мы еще вернемся более подробно вот как нибудь задачу будем решать это между прочим вопросы которые мы сейчас говорим это некая задача для квантомеханики всего лишь поставить поэтому на самом деле вопросы формирования магнитного момента требует знания не только чисто магнитных характеристик электронных или атомных но еще и электрических полей а электрические поля это вообще говоря это связано с тем решетки тогда но то вопрос о магнитных моментах создается чрезвычайно важен я вам введу пример некоторые атомы или йоны скажем брук и железо в некоторых кристаллах могут иметь магнитные моменты а в некоторых кристаллах нет более того в одном и том же кристалле в зависимости скажем от давления в зависимости от температуры иногда даже атом может проявлять магнетизм а может не проявлять магнетизм то есть мы можем изменяя иногда внешние условия вот повторяю давление температуры можно управлять магнитный момент а потому что результате мы можем магнитный материал превращать не магнитный на ровно нету любой теоретики да любой человек практически вон он за и другие слова схватить сегодня у нас бед был четвертого курса узнят один поймёк у нас бакалавскую работу защищал гастронин а россии ну ладно поставили в конце концов три балла что он в прошлых годах не защитился так он не наш я не знаю я не знаю макаров это известный известный человек но не наш макаров известный человек я не знаю вообще его защитился не увесняй не увесняй да нет ваня макаров это не забуду тот как мать родной я же не мог в минуте снять наушники тот ходил год целый наушники сдавал мне зачет по фантомеханике и никак не получался я говорю а попробуйте наушники снять может что-то получится вот он снял наушники вот он снял наушники но ему не повезло потому что он год целый не мог мне сдать а на следующий год он в группу попал где авакулов занятие вел но на меня так все-таки начались наушники снял уже наушники снял наушники снял подвигаться наушники снял но участник снял что надо посмотреть дело в том что вот среди сдававших в начале октября гэг экзамен там как раз были те пять человек которые у них что-то из них завал Иван-то вообще не сдавал гэг а там были еще там один парень два парня И три девочки. Вот я, кстати, не знаю, как они сдали. Но я догадываю, что они сдали. Я в том же том, что там можно было обратить внимание на состав комиссии ГЭКа. Но меня не было там в составе комиссии. Не было еще нескольких человек. Ну ладно, я там был в командировке. А вот те несколько человек, они не были в командировке. Ну почему? Да и не вели состав ГЭКа. А вели людей, ну я их, хорошо, сдали, конечно, все. Они точно поставят три балла в железный. Поэтому я думаю, что все сдали. Чего спрашивают? Вы спросите, кто в составе комиссии. Я обычно этим людям говорю, вот, в составе комиссии говорю, мужики говорю, вы что делаете? Рубите сут на верноруху и сидите. Мы елки-палки выставили просто три. Человек говорит, вы вообще ничего не знаете. И не хочет ничего, главное, знать. Надо совершенно так. Но надо, там есть девочки, которые просто их сколько не учили, все равно, ну, без комиссии. Чего-то приходит девочка, ну там, ну, комиссурацкая, ну, три балла по математике. Ну, хорошо, там, нафисфак. Можете представить, еще лет 10 назад, чтобы к нам нафисфак выступала девочка с тройкой, из комиссурацкой. Стройка из матшколы. Пятый, ну, девятый, солнце. Ну, ради бога. Тоже плохо, конечно, но это еще ничего. Потому что это тройка, скажем так, и школы был. Правда, тоже раньше. Это, ну, не будем больше, сколько пятерка, конечно. А тут девочка из комиссурацкой. Стройка, по-моему, 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 ничего не знает, мы должны три балла на миге поставить. Ну, поставили. Вот так вот рубим сухо, на котором сидим. Так, ладно, значит, повторю, к этому вот уже мы вернулся. Я просто хочу обратить внимание вот на эту проблему, на проблему связи момента, формирования момента, момента с проблемой электрических полей в решетках. Ну, а, наконец, вот микро... Давайте мы беспереливо так закончим, как бы, да, чуть-чуть еще, потому что у меня голос пока есть. Еще есть я немножко поговорю. Наконец, мы вот от проблемы формирования магнитного момента атома сдвинемся немножко дальше. Я, может быть, еще один пример приведу. Я уже любил насчет того, что такой человек с прикладным плоном, такой инженерологом вот за эту идею управления магнитным моментом ухватился бы, конечно. Ну, действительно, так и есть. Есть конференции, посвященные, на самом деле, вот, проблеме фазовых переходов с формированием магнитного момента. То есть фазовый переход, магнитная, немагнитная состав. Мы их обычно, эти фазовые переходы, называют фазовыми переходами LSHS. То есть, low spin, high spin. Ну, low spin, самый предельный вариант, 0. Ну, а high spin, там разный бывает. Бывает, когда у вас, в зависимости от давления в системе, spin 0 переходит в spin 2, скажем так. Например, есть такой известный кобальт-3+, который легко, на самом деле, ну, относительно легко, в разном, сильнее, может быть, либо магнитным, либо немагнитным. Очень, вот, театр должен понимать, с чем это, в принципе, может быть, связано. С чем? Ну, у каждого атома, это и сложная система, очень много электронная, да? У него случают некий спектр состояние, вот основное состояние, ну, первое возбужденное, второе, там, и так далее, и так далее. Ну, ясно, что все эти состояния, они соответствуют разным значениям спины, вот. Ну, правда, spin 0, так, давайте, если выразим, spin 0, когда может быть spin 0, spin 0, spin 0. Ну, первое число электронов должен быть чёртным, правильно? 0 можно получить только при чёртном числе электронов. То есть, если у вас число электронов в атоме и в Йо нечёртное, то spin 0 вы никогда не получите. Значит, минимум 1, 2, 3. Ну, можете, там, 3, 2, 5, 2. Ну, минимум 1, 2. А вот для чёртного числа электронов, ну, скажем, в Комольт-3+, это электронная конфигурация, она состоит из конфигурации заполненных оболочек, там, 1С2, 2С2, там, 2П6, там, и так далее, и 3D6, 6 электронов, то есть чёртный чёртный чёртный. Уже в любых заполненных оболочках чёртный чёртный чёртный. 0 может быть, либо 2, вот здесь вот, у Комольт-3+, это очень известный такуён, который разного ворота решётка переходит без, легко переходит без низкоспинного состояния, 0 высокоспинного состояния. феррун-2+, ну, протоферрун-2+, такую же конфигурацию, не как и Комольт-3+. Вот, вот, эти вещи очень любят химики, например, да? Почему? А химики делают разного рода соли, вот, с Комольтами или шелезом. А у химики, видите, мы их, ну, фантазии, в смысле, разного рода химиками, да, материалом. Чёрт-те что, это не то, что у нас было, так? Мы, например, ферриды, так, их десяток, не больше. И они, там, любые соединения делают, тросфоли какие-то, и так далее, и так далее. Ну, это очень просто. Кстати, интересно, что, меняя магнитное состояние, эти системы меняют свои химические свойства. Например, я на такой вот, то есть, от Ференции был, где я рассматриваю сразу эти вот фазовые телепоры, и там показывают такие, эти презентации прессивные. Ну, то есть, беру, там, стакан с каким-то там раствором, вот, на основе, типа, Комольта. Грунт в магнитное поле помещает, и вот, раз, был прозрачный, стал, там, зеленый какой-то, так, или наоборот. Вот, или беру, там, температуру меня, вот, оп, прозрачный, вот, зеленый стал, и наоборот. Кроме того, при этом, у вас может измениться еще и проводимость материала. Это вообще интересно. То есть, одновременно, с изменением магнитного состояния, у вас может поменяться еще и проводимость. То есть, материал может перейти из диэктерического, скажем, в металлическое состояние. То есть, еще и переход, как говорят, и переход металл заряд перевод может реализовать вообще такие есть материал более того народ прикладники постоянно вот эти проблемы интересуются собственно нас фундаменталистов они именно этого и требуют чтобы мы какие-то дали рекомендации где такого типа материал если и на самом деле теоретики как бы то есть естественно вначале вот эти странные такие йоды и на них как указали конечно экспериментатор обнаружите странные свойства ну например вот берете скажем есть такие ортофилии по сильной магнетике ферма здесь профиле 5 электронов берете р кобальту 3 там касалось еще электронов больше это сильный магнетики продать ферромагнетики температура на или порядка 700 кельвина а это не вообще не магнитный материал баба здесь кобальт вообще не магнитный вот обнаружили экспериментаторы вот пришли к теоретикам тереть начинают думать как же это такое светлая мысль что вот у кобальта же много разных состояний и состояние со спинном 0 двойка эти ничьи получается так что вот этого кобальта состояние ноль и со спиной 0 и двойка как-то близко расположены также пример изменение внешних условий ну например вот этого электричества иногда может потому что масса инверсии возникает вниз идет состояние со спинном двойка если они низко расположены ясно что это расположение этот спектр он от внешних факторов будет зависеть вот вот и начинается некая теория этого тела теоретики включаются вот начинают изучать как же какую структуру это та такая какая структура этого состояния вот в зависимости от электрического поля в зависимости от силы электрического поля и так далее пример работа такая идем дальше значит разобрались с формированием магнитных моментов атомов предположим идем дальше магнитной системы уже системы атомов начинаем прежде всего конечно с маргулятор магнетика сегодня молодая сегодня деятельность например марганец двенадцать мультиплярный магнитик то есть это система атомов магниты с магнитными моментами вопрос причина момента вот такой молекулы большой дальше возможности управление магнитным моментом здесь так возможность управления магнитным моментом опять же как только вы об этом заговорили вот этот инженер или приклонник приезжал сразу руки дрожат там давай давай докучилось скажи уже уже знаешь что магнитная запись информации да слышали там венда магнитетные всякие бараканы антенны ферритовые и так далее все это уже знают и понятно что и приплодняка что интересует возможность управления величиной или ориентации причем при минимальных затратах энергии конечно так чтобы можно было управлять ну лучше всего вообще не дать энергии никакой энергии ну типа донал магнитный момент и повернулся но теоретик говоришь вообще говоря в принципе это возможно донал он повернулся ну тогда конечно преклонись подробнее 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 вот такую ситуацию я буду писать не энергию гометемия все-таки мы с вами с вами раскрутим вот одна кстати для магнитных магнитиков применена как раз вот представьте все магнитные моменты может может быть как вектор вообще вот так болтаться что ему мешает так болтаться мы об этом уже говорим энергия магнитная нестремпирка как она выглядит ну самое простое вот скажем если я говорю о спине но возьмите вот такую энергию я буду писать не энергию гометемия все-таки мы с вами теоретики анзопротея это D SZ в квадрате оператор самый простой вид энергии магнитного ну гометемия то есть оператор энергии магнитного анзопротея ну теперь бросьте забросьте эту крышку когда просто классическое выражение перед вами стоит ну тогда в классике это сведется к энергии и терапии вот кстати обратите внимание как при этом магнитчик работает подключает нас теоретикам он ну он уже забыл сюда крышка значит вообще так спин возьмем единичку тогда он пишет так разняется D cosinus квадрат D правильно для этого угол ориентации спина подключает C C ну вот правильно там понятно минимум энергии если D положительно минимум энергии D D пи попала D отрицательный минимум энергии D 0 или P но кстати вопрос если D значит отрицательный момент либо так либо так направлено но правильно здесь же у вас квадратичная форма стоит по спину или магнитного момента значит выделить два направления мы не можем никак естественно но здесь при отрицательном повторении D мы видим что да эта энергия минимум имеет вот при такой осевой осевой аксиальной ориентации магнитного момента но в этом случае мы и говорим это одна энергия одна ось анистропии ну магнитчики они любят иногда там ну как все очень физики какие нибудь какие нибудь какие термины вводить ну при отрицательном D магнитчики скажут ну мы имеем дело с анистропией типа легкая ось ну то есть это имеется в виду сеть она легкая то есть она выгодная энергетически да только либо так либо так ну а если D положительная вот тут наслаждение как раз тут такая смотрим угол ДТП попала ну а угол Фи ведь магнитный момент он лежит тогда в плоскости перпендибулярной оси Z а где он лежит в этой плоскости а где угодно да ну магнитчики тоже придумали я ну D положить тогда будет соответственно анистропии типа это легкая плоскость легкая плоскость ну правильно да она выгодна будет в этой плоскости но теперь в этой плоскости формально я вдруг грубо говоря вот так вот дыхнул у меня момент раз куда угодно полез сразу то есть ну надо вдохнуть то так магнитно да так все правда я думаю что там же вся регионная какая-нибудь есть да вот это означает следующее вот вы берете для такого магнитика представьте себе поле ну сколько угодно слабенькое да и у вас моментальный момент в этой плоскости вот в этом поле выстрелится вот для прикладника вообще жуткая и интересная ситуация ну ему вообще было бы интересно что вообще этой анистропии не было бы тогда да вообще можно выгонять момент как угодно вдыхнуть на него вот это легкая плоскость очень интересно тогда становится ну правда это что предполагает ну понятно это предполагает что у вас представили в целом из тропин и типа легкой то есть и стал типа на постовом это договорились до осы триганальна 1 1 1 1 1 магнитчик практику сразу сообразить быстро это вот такого типа его кубический кристалл все четыре направления а если кристалл симметрии типа спичерный коробок не пойдет уже в спичерном коробке у вас любая плоскость там два выделенных направлений не есть это если красный поэтому моментально мы можем сказать что при симметрии рампической то есть сметчерного коробка вы должны общего события в принципе не так записать а добавить сюда еще слагаем то есть чтобы оси икс ливы еще выделить да минус из y квадратных я кстати пишу это все в обозначениях тех задач которые были на контромеханике ведь вот мы с вами такие задачки на вы собственное значение собственных функций таких операторов просматриваем вот ведь это вот эта характерная запись энергии магнитной стратегии для рабического кристалла здесь уже оси z x y все выделены все и безусловно что теперь вы уже сколько ни дышите так вам уже придется бороться с большими величинами эти конечными по крайней мере величины поэтому вот это вопрос магнитной стратегии страшно важен но понятно что если ваш магнетизм имеет чисто спиновое происхождение то вроде бы вот это вот историческая анистропия она не нужна вообще сказывать на спинном движении спины пространства может как бы от координатного отделена но да на самом-то деле если ваш магнитизм имел бы чисто спиновое происхождение то на самом деле статегии вообще никакой не было и поэтому когда я говорю с одной стороны что орбитальный момент замораживаться и вангизме чисто спины подсвежения как бы при этом про нестропию то можно было бы сказать что ее и нету теперь все нет есть конечно почему потому что как говорится не верьте никаким словам когда говорят что заморожен момента это вся требует комментариев что за счет момента может быть она может быть больше или меньше в зависимости от того момент полностью заморожен не полностью если заморожен полностью то тоже если две может не остаться и так далее вот это все вопросы которые для теоретиков целые проблемы состоит на самом деле этого этим народ занимается много и отдельно началась макулярных магнитиков но одновременно вот уже на примере макулярного магнитика мы сталкиваемся с проблемой магнитных взаимодействий ну здесь уже не один атом да а много атомов значит отдельный большой вопрос магнитное взаимодействие целого из него будет из магнитных взаимодействий я пока вообще ничего не могу говорить кроме таких вот слов названий среди магнитных взаимодействий самое главное это гейзенберговское взаимодействие то что называют гейзенберговское взаимодействие ну простейшую форму все таки выхожу V обменное V change ну я возьму два спина два гиона и S1 и S2 вот самая простая форма взаимодействия двух спинов ну соответственно их двух магнитных моментов потому что это спины навешаны через геомагнитные отношения магнитные моменты ясно что в зависимости от ل дракои здесь имеем либо фербер параллельное ферро параллельное то есть антифго параллельное анти параллельное правиле спины это взаимодействие лежит в основе магнетизма фактически протреблении магнитизма это самое главное для магнит Android It's the same и самое optical что наши магнитчи necessитиеdan обладают Вообще самое взаимодействие. Оно самое простое. Почему? А вы догадываетесь, что группа магнитчиков не только на нашем факультете, но и на других, вернее, в других вузах. Она говорит, у меня, конечно, проблемы с пандельной механики всегда возникают. Мы с вами задачу рассматриваем на собственное значение, на собственную функцию этого оператора. Я бы хотел обратить внимание только на одну маленькую деталь. Дело в том, что те же логнитчики очень часто вот это взаимодействие рассматривают классическим. То есть предполагаю, что спина здесь, вот, если один из два, это классический вектор. Ну, а строго-то горят даже операторы. Вот здесь появляется очень важный эффект. Эффект, ну, я бы так сказал, квантовый эффект. Который особое значение не имеет при малой спине. Я об этом уже говорил, но теперь мне придется об этом еще напомнить вам, в чем он заключается. Дело в том, что при классическом анализе вот это взаимодействие мы видим, вот представьте себе два спина, ну, пусть они одинаковые будут, величина S спина, да. Если они параллельны, скалярное произведение, максимум S квадрат будет, да. Ну, если они параллельны, будет минус S квадрат, да. Значит, энергия эта во всех случаях равна I на S квадрат, в классике, я говорю, буду классическое значение, I на S квадрате. То есть это либо, значит, если I положительное, да, тогда у вас минимум энергии будет запрещено параллельной ориентации, а тут минус энергия, минус I на S квадрате. Если I отрицательное, то есть ферромагнитная ориентация, тоже минус I, но я вам напишу это по-другому. Значит, здесь у вас минус, если I положительное, это минус I, если I отрицательное, да. А, ну, надо вот так написать, минус I в модуль, да, вот так, в случае, если I отрицательное. Это у вас ферромагнитная, Fm, а это Афм, а не ферромагнитная ситуация. Ну, мне важно то, что здесь, видите, вот S квадрат в модуль просто. Если же вы начнете эту же энергию ферромагнитного, ферромагнитного состояния, точнее говоря, их квантовых аналогов, считать квантовым образом, вы получите другой результат, сейчас мы увидим. Ну, что вы получите? Значит, аналог ферромагнитного состояния, это состояние со спином, полным спином пары, вот S толпа, я напишу, единица. А вот аналог антиферромагнитного состояния, это состояние с полным спином пары, ноль. Ну, при спине одна вторая, я имею в простую ситуацию, ноль и единица. Ну, проще взять, конечно, спин одна вторая здесь, потому что, в противном случае, у вас полный спин будет принимать несколько значений, но здесь всего два, удобно, для простоты. Дальше, что мы делаем? Я перехожу к записи через полный спин, то есть пишу S1 плюс S2, да, все-таки я S толпал, просто оставлю S, вот так вот, да. Тогда S1 на S2, через полный спин, я получу так, и пополам, ну, в квадрат, вот видите здесь, да, вы получите S в квадрате минус S1 в квадрате минус S2 в квадрате, вот так вот. И собственные значения, давайте найдем, они будут соответствовать энергии тогда в состоянии с полным спином ноль и с полным спином единица. Итак, считаем, возьму спины по одной второй, значит, это будет, заменяя эти квадраты на S1 на S1 плюс единица, на собственные значения, значит, это будет 3 четвертых, 3 четвертых, ну, а здесь все будет зависеть от того, какой S я беру. Итак, в результате, для собственных значений, то есть для обменной энергии, вы получите формулу И пополам, здесь, значит, заменяя это собственное значение, минус 3 вторых. Вот, давайте смотреть, что это будет для двух состояний давать вам. Вверху пишу антиферромагнитный, то есть И ноль беру, да, 0 минус 3 четвертых, минус 3 четвертых, И, да, это вот антиферромагнитный случай. А здесь будет 1 на 2 2, это 1 вторая, плюс 1 четвертая, И. Давайте сравним с этими формулами. При спине 1 вторая, вот это минус 1 четвертая, И, здесь тоже минус 1 четвертая, И. Вот ферромагнитный случай, да, И отрицательный. Минус 1 четвертая, совпадает, совпадает. А в артиферромагнитном случае, обратите внимание, там минус 1 четвертая, а здесь минус аж 3 четвертая. В 3 раза больше, хорошо? Вот представьте себе, это, как мы сильно пробираемся, да, заменяя квантовое выражение на классическое. Мы в 3 раза недооцениваем энергию вот этого антиферромагнитного состояния, ну, и для нас это 7 лет, это состояние с полным спином, 0. Поэтому, между прочим, ошибка вот такого перехода к классике, она во многих случаях, ну, я бы сказал, потому что они забывают то самое-то деле. Я могу свежий, очень свежий пример привести, и свои практики. Мы с вами на практике решаем задачку. Помните, даже, по-моему, решали задачку такую, с 3-мя спинами, одна, вторая, мы на сторонний треугольник только рассматривали. Вот у меня 2 дня назад вышла статья «Physical Review Bank», статья с немцами и с москвичами. И там, значит, статья начинается такой, ну, я сам писал, хотя на большей части экспериментальная, статья начинается так. Низкоспинновая, S равняется 1, 2, состояние тримера медиа, ну, там, в каком-то крестале. И там вот такой тример, правда, не равносторонний треугольник со спинами 1, 2, а равнопедельный. Вот эти вот вебинары, трестины. Ну, ладно, там трестины. Это было действительно такое представление о том, что там спины неподдельность взаимодействия. А вот такие примеры образуются, они между собой взаимодействуют. Ну, ладно, все написали, статьи уже. И вот уже последний вариант. И вдруг я получаю от немцев мейл и немец, ничего, хороший немец, он, да, но работа опытная такой. Он мне пишет, ну, говорит, вот, Саша, мы там все называем так, без Александра, Саша и Саша. Вот. Вот у вас эти два взаимодействия ферромагнитные, а вот это антиферромагнитные. Причем эти два взаимодействия в сумме больше, чем вот это. А вы говорите, что в результате у вас реализуется состояние с минимальным спином. Я четверо-значально тоже испугался, потому что посмотрел, там, например, вот такие вот значения. Вот это вот два ферромагнитных взаимодействия по 20, а это взаимодействие 30, антиферромагнитные. Черт, это он действительно, почему там вот так минимальный спин? Вот, поэтому это означает, что плохо задачку решает внутри тех курса. Уже задачка там не решена, и вот, и можно посмотреть даже эту статью, там, эффект, задачка, просто я хочу ее давать как задачку на квантомеханике. Я ему пишу в мейле, что, дорогой Дорберт, это мой классическое представление, что 20 до 20 это 40, это больше, чем 30. Ну, понятно, что и ясно, что здесь, скорее всего, ферромагнитные вот эти трехспильные вот так это не будут. Потому что вот эти два взаимодействия, они, конечно, вот это взаимодействие переборуют. Видите, здесь вот это невыгодно, да? Но я теряю всего 30, то здесь 40 выигрывают. Я говорю, давайте вот посчитаем по-другому образом. То есть, эти вот 30 в три раза увеличиваются. Видите, я говорю, все маленькие детали. А тем не менее, хороший экспериментатор, очень хороший экспериментатор, да? Вот он на такой простой вещи, грубо говоря, так пролетает. И так это вообще, на самом деле, не означает, что он такой тупой или нет. Нет, это просто вот. У магнитчиков, ну, правда, не совсем магнитчиков, такой эмерчик. Кстати, эмарчик это больше, чем магнитчик. Обычные эмарчик, они вот какую-то квантомеханику. Лучше они намного знают, чем магнитчик. Для того, что эмарчик, это, знаете, вот у нас на факультете это ребята, вот, скажем, для компьютерной физики, те, которые экспериментаторы, которые занимаются ЭПР, ЭМР, вот там на первом этаже, в основном, да. У них обычно вот то, что касается вот такой, типа всяких там собственных значений, собственных функций, они очень хорошо знают, ну, читеритика. Но тем не менее, вот на такой простой задачке, значит, мы не сразу, так сказать, соображаем здесь. Поэтому аквантом эффектам нужно будет. Вот это все вот действия главное. Все в магнетизме, все начинается с него. Но, правда, есть одна маленькая деталь, обратите внимание, здесь входит скалярное произведение. Ну, что это означает? Это означает, что эти два смены, да, в зависимости от знака И, они либо ферро, либо антиферро. Но! Вот эта вот ось, ориентация этой пары, да, она никак не фиксирована. То есть это взаимодействие и изотропное, ну, скалярное произведение. Значит, никакой нистеропии не дает. Вот. И, значит, конечно, искать в роду магнитной анистропии нужно другим взаимодействием. Ну, где понятно, ведь и форма-то отличается. Это взаимодействие, тут всего один спин фигурит, там два спин, и так далее. То есть ясно, что все эти магнитные взаимодействия, отсюда мы видим, можно поделить как бы на два типа. Это одноионные взаимодействия, вот как здесь. Ну, здесь, как и сенат, ионная анистропия. Или двухионные взаимодействия, то есть парные взаимодействия. Ну, за последние годы теоретики народу с фантазией, особенно когда они не могут ничего объяснить так, вот, просто вообще. Так они начинают придумывать. Очень часто фантазия теоретиков, она идет от их глупости, на мой взгляд. Дело в том, что, знаете, все, в природе, на самом деле, все объясняется просто. Вот я бы так сказал, что все организовано достаточно просто. Надо просто хорошо понять природу этой природы, то есть как она формирует саму себя. Если мы этого не понимаем, мы начинаем за нее придумывать, да. Вот пример очень простой. Я не могу объяснить свой свой материал. Стартует, скажем, с такого момента нет. Ну, что я могу сделать? Ну, можно придумать еще другие слонкаемые. Они могут, примерно такого же типа, ну, возьмите, например, здесь вот стрелку выберите, здесь напишите С1З и С2З, вы получите так называемое ИСВЕСКО. Можно включить взаимодействие здесь 1,2. Представляете, какие соседи ближайшие, следующие за ближайшими, пятые, десятые соседи и так далее. Поняли, как по словам теоретика. Он может включить взаимодействие Гайзенберг для ближайших соседних, следующих за ближайшими. И тогда объединенные интегралы вот здесь будут и, н, н, не Роснаеврс, да, и, н, 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 ну а фантазию теоретики когда доходит до и, н, 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 как длинная наречка. Ну, как правило, я бы так сказал, что если теоретик выходит за пределы вторых соседей, ну, чаще всего это означает, что фантазия у него есть, а физику он уже вряд ли понимает. Нет, повторяйте, соседи иногда работают. Дело в том, что первые соседи чаще всего меньше, чем вторые, третьих, пятые, да, то есть число соседей как бы растет. И если эти объединенные интегралы падают, но число соседей не растет, то соответствующий вклад может быть, в общем, согреем всегда. Более того, если сегодня материалы, а не будем особо говорить, это так называемые фрустрированные магнетики, в которых магнитное состояние, магнитная структура, формируется как раз за счет конкуренции, взаимодействий первых и вторых соседей. Специально мы рассматриваем, в частности, спиральность, структура и так далее. Ну, можно по-другому. Возьмите, например, в квадрате, вы следите вот здесь вот, тоже нормально. И квадратичный обмен вы получите. Это вообще взаимодействие, которое на шмотеке свое место реально работает нормально. Можно придумать такие взаимодействия, ну, например, возьму S1, S2, Возьму S3, S4, S4. Видите, такой взаимодействие четырех, вообще говоря, регионов такой, не паровый, а четверной. Можно такое получить микроскопическое? В принципе, можно. Будет ли оно большие? В принципе, мало будет. Ну, эффект надо осмотреть, потому что, видите, как ясно, что таких вот комбинаций, их больше значительно, чем лежащих соседей. И каким эффектом приведут такой процент, если это вопрос большой. А поскольку сегодня мы на практике сталкиваемся с такими системами, которые иногда показывают совершенно удивительные магнитные структуры и свойства магнитные, то иногда теоретик вот сидит и вообще-то фантазирует вот так вот. Как такой вид гамитаниана нужно выбрать, чтобы объяснить свойства? Ну, правда, есть и видит, который стартует с видами гамитаниана, берем, так, изобритая, слагаемая. Есть другой тип теоретиков, который сидит и выясняет, откуда такое взаимодействие получить. Как его можно получить? То есть он занимается микроскопикой, часть магниченной, которая занимается как бы макроскопикой. То есть они стартуют уже с готового магнитного диана, просто вводя здесь параметры, а вот эти параметры их не интересуют. Тоже на Дмитрию, некоторые терепики вот сидят и занимаются расчетом обменных интеграторов, скажем, да. Какие-то новые слагаемые там пытаются найти и так далее. Ну, я бы так сказал, что, между прочим, исторически, вот у нас на кафедре, да и не только на кафедре, еще и на кафедре компьютерной физики под нами, у нас как раз именно вот этот подход, то есть расчетом Менхе, интеграторов, микроскопик, расчетка сантонистеропии, это исторически как раз было наше дело. Более того, я бы так сказал, что именно вот наши две кафедры в этом деле вообще не успеют, потому что в Союзе, в России, по крайней мере, я бы даже сказал, что и в мире. Мы в этом плане, ну, если не единственные, да, то более-менее признанные авторитетом, считаемся вот так вот микроскопических расчетов. То есть можно наслаждать все группы, которые этим делом занимаются в мире, они либо с нами связаны как-то, либо они после нас начали этим заниматься и так далее. Либо это группы, которые, по крайней мере, мы взаимы друг друга признаем. Это вот микроскописты. Повторяю, есть макроскописты, которые стартуют с такого типа венитарь и занимаются чеком. Статфизикой, например, вводят, например, метфункции ГРИН, для анализа таких гемитарнианов, соответствующих там состояний фазовых и так далее. Ну, вот, пожалуй, я сегодня на взаимодействиях остановлюсь. Клав, в следующий раз мы перейдем уже к никому, опять же, описанию. Магнитную структуру и магнитных материалов. Все уносим. Александр Сергеевич, а можете рассказать про квантовую манипуляцию из этого введения ангельского времени? Что в них такого, что экспериментаторам дали ангельского времени? Нет, видите-ка, то есть на самом деле проблема в управлении квантовыми состояниями. Ну, можете себе представить, вот, скажем, классика, да? Да, нет. Я нарисовал листрелки. Да, нет. Ну, как управление? Либо да, либо нет у вас, да? Теперь квантовое состояние. Квантовое состояние, ну, это у меня спина 1,2, это, вот, проекция плюс 1,2, минус 1,2. Я беру и составляю квантовую суперпозицию. С плюс, стрелка вверх, плюс С минус, стрелка вниз. Все с этого и как бы начинается. Начинается с того, что квантовые суперпозиции у вас просто выбор богаче. Здесь всего да нет, а смотрите, какую информацию вы можете спрятать в том состоянии. Потому что С, вверх, С и вниз, они, кроме того, что сумма квадрата могут быть причем. Единичка, ну, как ни связано, любыми могут быть. Но, а как вот управлять этими состояниями, как их сформировать, как материалы найти такие, что можно было управлять этими состояниями и так далее. Вот проблема-то в чем-то сегодня. И, кроме того, вам нужны еще системы каких-то таких состояний, как уже компьютер, квантовые составляют. Вот этим занимается народ. И это довольно модное направление. То есть квантовые компьютеры. Всякие там, я вот некоторые термины, энтауномент, презенталумент, это запутывание или перепутывание, распутывание состояния и так далее. То есть проблема вот с этим. То есть проблема с тем, как реализовать, вязать на практике состояние, которое мы могли бы, вот такой квантовый, если мы могли бы управлять. Но, что ведь на самом-то деле реально, вот, трудно себе представить возможность, вот так вот, как вот я сейчас говорил, дунули немножко, да, изменили. Дунули, извинили. Вот, всегда что-то мешает. Ну, понятно, что вот при спине одна-вторая, кстати, при спине одна-вторая проблем меньше есть. И именно спине одна-вторая более удобен для создания квантового компьютера. Почему? А для него вот этой проблемой нестропили нет. Дело в том, что, видите, слагаемый тип из-за квадрата. Оно работает только, когда спина больше единичек, ну, или равна единичке. При спине одна-вторая. Ну, матрица Пауэллит в квадрате. Любая матрица Пауэллит в квадрате. То есть и сигма, то единичка. Если спина, то это одна-четверть. Все. То есть, фактически, при спине одна-вторая нет онистропили. Это очень выгодная ситуация. То есть, по идее, это означает так, что спина одна-вторая, я могу управлять. Вот так вот просто вдохнуть и управлять. Управлять, да? Ну, а реализовать-то как это все? То есть, вот это проблема. Честно говоря, я сам работать их не смотрел. Вот, вот, Аруша и Вайдлор, по-моему, да. Я работал и смотрел, и я сам посредством тебе вещами не занимаюсь. И, честно говоря, даже для меня удивительно, вы же эти фамилии как-то, ну, не сильно обычно. Как-то на слуху все бывает, так. Но дело в том, что очень часто, видите, проблема с Нобелевскими кремиями, она, ну, как это сказать, ну, то есть бывают ситуации, когда люди не знают, там, кому-то это вообще. Вот, по-моему, в прошлом году такая ситуация была. Кому-то в прошлом году так почесали, почесали. И из глифита, из каких-то ракон, там, 10-летней давности, так, мужика сквозь кристаллы, так скажем, да. За что вы там все по плечам попожевалишься? Эта ситуация возникает довольно часто. И бывает так, что дают за какие-то очень старые работы. Вот такое было, например, когда дали нашим за сверхпроводимость Абрикосову и Гейнсборду. Это фактически за работы, педицией, да, у нас, можно сказать, что это. А вот, я думаю, что эти работы я подробно не знаю, но и целая проблема вот, с этим заключается, с этим заключается. Я бы так сказал, что магнитчики, почему здесь вот эта проблема для магнитчиков тоже очень важна. Потому что, видите, магнитчик, он всегда работает с проблемой управления магнитным моментом, управлением спином, спиновым состоянием и так далее. И в этом, на самом деле, теоретик магнитчик, он, грубо говоря, ближе всех к этой проблеме находится. И если он еще и материалы понимает, их разнообразие и так далее, то это вообще, человеку как раз нужно создать на квадрокометру. Ну, видите, с другой стороны, мы все, хотя я считаю себя человеком, скажем, в том же, в той же теории, довольно-таки, вот, с широким кругозавромом, но все равно, вот, кругозавром, начнем, на самом деле, вообще, с массовых проблем в целом. Поэтому, более того, модное направление меняется, буквально на глаза иногда. И вот я в прошлый раз уже говорил, что, скажем, смотришь на, бах, 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 бах. Как будто обрезал на одну тему, сатей просто нету, все. Потом, может, опять всплеск интереса возникнет, и так далее. Вот такие проблемы, которые постоянно тлели, как бы, да, их довольно много таких. Вот к квадрокометрике, какие-то относятся. Но среди людей, которые занимаются квадрокометрами, там тоже вот эти вот всплески, они распределены между экспериментаторами, теоретиками, так. То есть сейчас, как мне кажется, все-таки главная проблема вот в экспериментальной реализации. То есть в поиске системы, на которой можно было бы реализовать квадрокометр. Но, честно говоря, я не совсем представляю, что в этом плане хорошие, правильно сделали вообще, на самом деле. Такую, в принципе, я хотел, но не говоря, отставил для себя. Благодаря и кокараке, атомные часы, на два порядка улучшились. С точностью для 10-17, естественно. Ну вот, это, я тоже читал, честно говоря, я не совсем понимаю, почему, что они там сделали в этом плане. Они поместили атом, какую-то ловушку, и лазером колебания сейчас валили. Вот, это вы правильно говорите, дело в том, что это тоже достижение последних лет, я бы сказал, может быть, 10 лет, это проблема вот вружек атомов. Ну, то есть проблема, ну, их иногда, это проблема холодной, там, холодной атомов, холодной конденсации и так далее. То есть это делают очень просто, это, скажем, делают фактические решетки. Ну, вот, то есть это фактически с помощью лазеров создаем такой профиль, как правильно, профиль очень мелкий потенциал, такой, типа решетки. Причем решетки могут менять конфигурацию лазеров на индустрии. Чаще всего это плоские решетки. Вот, это может треугольник, квадратные решетки и так далее. Ну, это мелкие решетки. Что это означает? Ну, мелкие решетки, это означает, что систему какие-то там центры, конденсированные в ямах, может быть при очень низких температурах. Ну, вот, оказывается, почему, где-то 10, за это же номероскопия, они уже дали. Вот, это было бы 10 лет. Атомы можно конденсировать в этой решетке. И, следовательно, сиболи, это означает следующее. Вот такого типа аминтальянные сейчас используются их широко для анализа вот таких ситуаций. системы конденсированных атомов в таких оптических решетках. Ну, понятно, что там можно, при условии их конденсации, представьте себе, это система, где у вас скоррелировано состояние всех атомов. Это очень важно. То есть у вас колоссальная корреляция. Если говорить о фазе, ну, представьте себе, вот это примерно чему соответствует. Вот у вас стрелки такие, да? Так вот, в этом состоянии, конденсатор, у вас все стрелки все вот так вот. Жестко очень скоррелировано. В этом смысле, конечно, если связывать это с теми часами, например, да, это будет очень высокая точность. В каком смысле точность? Это будет очень высокая точность частот переходов там и так далее. Ну, а с частотами переходов связаны и те же часы. Потому что если у вас нет вот такой когерентности состояния, да, то есть у вас фруктуация частоты большая возникает. Ну, и как часы, как же используется, с тема нельзя. Ну, а как это символизуется, я это доплатил, честно говоря, я никогда не смотрю. Как вообще-то такие слова. Все.